В Рыбинском районе полицейские спасли водителя, который едва не замерз на трассе. Мужчина ехал из города Тулун в Красноярск. В дороге у него сломалась печка. Самостоятельно отремонтировать ее не вышло. На улице был 30-градусный мороз. Проезжающие мимо автомобиля не останавливались. Пришлось набирать 112. Инспекторы прибыли на место быстро. Они отогрели водителя и отвезли в гостиницу. В историческом квартале Красноярска отреставрировали еще один дом. Это двухэтажное деревянное здание на улице Баграда. Его построили в конце 19 века. Изначально хозяин дома сделал из него гостиницу. На первом этаже была кухня с русской печью и столовая. На втором – комнаты. Здание полностью сохранило свой исторический вид. Инвестор, который проводил ремонтные работы, планирует снова открыть здесь гостиницу. Еще два отреставрированных дома сдадут в феврале. В центральном районе Красноярска отремонтируют еще два общественных пространства. Вот-вот работы начнутся на набережной реки Кача на участке от улицы Венбаума до Велинского. Здесь обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, обновят асфальт, заменят светильники, уложат газон, высадят деревья и кустарники. Также в ходе работы отреставрируют ограждения и оборудуют спуски к воде. В порядок приведут и сквер в микрорайоне Яблони. В красноярских теплицах высадили около 200 тысяч тюльпанов. С октября их проращивали в темноте и прохладе, а сейчас вынесли в теплые оранжереи. Сделали это, чтобы бутоны успели раскрыться к 8 марта. В этом сезоне специалисты высадили 19 сортов тюльпанов. В основном это классика. Самые покупаемые расцветки – белые, розовые, желтые, красно-белые, красно-желтые и сиреневые. Продолжение следует...